Всем привет! Сегодня поделюсь классными рецептами приготовления пряных свиных ребер в духовке и на сковороде с кока-колой. Получились нереально вкусными! Готовьте вместе со мной! Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк! Для начала нужно зачистить свиные ребра от пленок. Аккуратно поддеваем ножом и снимаем пленку. Это нужно для того, чтобы ребра лучше промариновались в приправах и соли. Хорошенько присаливаем. Обязательно используем сушеный чеснок. Он придаст фантастический аромат. И, конечно же, молотый перец. Все хорошенько растираем со всех сторон. На противень выкладываем фольгу. И устанавливаем решетку. Разрезаем ребра на небольшие куски, чтобы уложить на решетку. Отправляем запекаться в духовку на час при 200 градусах, чтобы ребра подрумянились. Тем временем приготовим глазурь. Смешиваем кетчуп. Соевый соус. Горчицу. И мед. Достаем полуготовые ребра из духовки. И заматываем каждый кусочек в фольгу. Можно в два слоя. Опять отправляем в духовку на час при 200 градусах. Оставим их томиться в фольге, чтобы мясо стало мягким, нежным и сочным. На последнем этапе открываем фольгу. И обильно смазываем ребра глазурью. Веточка росмарина не помешает. Теперь ставим в духовку на 15 минут при 200 градусах. Аромат невероятный. Аппетитные, сочные и нежные ребра готовы. Как это вкусно не передать словами. Однозначно готовки не раздумывая. Да побольше. Однажды я готовила куриные крылышки в кока-коле. Получилось очень вкусно. Почему бы не приготовить в кока-коле свиные ребра? Разрезаем их порционно. Добавляем приправы. Куркуму. Прованские травы. Паприку. И молотый перец. Вливаем соевый соус. Отставляем в сторону. Тем временем нарезаем мелко лук. И несколько зубчиков чеснока. На разогретую сковороду уливаем подсолнечное масло. Выкладываем ребра. Их нужно обжарить до румяной корочки со всех сторон. Когда ребра уже обрели золотистую корочку, всыпаем к ним кетчуп. И вливаем кока-колу. Всыпаем лук и чеснок. Перемешиваем. Перемешиваем. Добавляем для аромата пару веточек розмарина. Накрываем крышкой и томим примерно час на среднем огне. Спустя это время убираем крышку. И тушим ребра до испарения жидкости. Они должны как будто закарамелизироваться. Выкладываем на блюдо и подаем к столу. Это фантастически вкусно. Нежное мясо с легкостью отходит от кости. Только от аромата можно сойти с ума. Должна заметить, эти два вида приготовленных ребер абсолютно разные. По первому рецепту они остренькие и пряные. А приготовленные по второму рецепту немного сладковатые, но с остротой. Однозначно оба рецепта очень крутые и рекомендую использовать. Я желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать и готовьте с удовольствием. До новых встреч, друзья!